Всем привет! Когда мы не можем сами найти ответ на интересующий вопрос, то в первую очередь мы обращаемся к науке, не так ли? Но на самом деле существуют загадочные феномены, которые так и остались неразгаданными. В этом видео мы представляем шесть явлений, не поддающихся объяснению. Поверьте, они вас удивят. Поехали! Человек и черная дыра. Начнем мы с такого таинственного появления, как черная дыра. Наверняка вы слышали о таком. Интересно, что же будет, если вы туда попадете? Можно подумать, что вас мгновенно раздавит или разорвет на мельчайшие кусочки, но физики считают, что ваша судьба будет куда более странной. Ученые долго ломали голову над этим вопросом, но так и не смогли окончательно прийти к выводу, что с нами может случиться. Есть мнение, что когда вы войдете в черную дыру, реальность будет разделена на две части. В одной вы будете немедленно уничтожены, а в другой погрузитесь в черную дыру совершенно невредимым. Как же так может быть? Если на все происходящее вы будете смотреть своими глазами, то почувствуете следующее. На вас будет действовать очень мощная сила притяжения. Лететь в неизвестность вы будете на огромной скорости. В итоге этого хватит для того, чтобы тело начало вытягиваться в длину на несколько километров. Можете себе такое представить? В конце концов, то, что от вас останется, попадет в центр черной дыры и примет форму луча света. А вот если смотреть на это со стороны, все будет выглядеть иначе. Законы физики, как известно, в черных дырах не работают. В этом непонятном месте искривляется и замедляется время. Таким образом, стремительный полет вниз превратится в медленный спуск, который будет замедляться с каждой секундой движения к центру дыры. К сожалению, мы так никогда и не узнаем, что будет, если попасть в черную дыру на самом деле. Ученые только пытаются разгадать тайну этого явления. Будем надеяться, что у них получится. Эффект плацебо. Слышали когда-нибудь об эффекте плацебо. Сейчас это одно из самых странных и малопонятных явлений, с которым вы можете столкнуться. Сложно поверить, но он заключается в том, что люди могут излечиться от болезней лишь верой в выздоровление. Другими словами, мы обманываем сами себя и поэтому идем на поправку. Это еще раз подтверждает тот факт, что наш мозг очень сильная штука. Чтобы убедиться, что эффект плацебо проявляется у человека, были проведены некоторые испытания. Больным таким ужасным состоянием, как депрессия, пациентам давали пустышки под видом антидепрессантов. А после определенного периода времени раскрывали тот факт, что то самое лекарство, которое люди принимали, не настоящее. Можно предположить, что от этого позитивные эффекты либо снизятся, либо вообще полностью исчезнут, не так ли? Но на самом деле этого не произошло. Позитивные эффекты не просто остались. Многие пациенты решили продолжать принимать пустышку, и это действительно озадачило ученых. После всего этого можно подумать, что в будущем доктора будут прописывать нам сахарные таблетки или аскорбинки, а дальше наш мозг сам настроит нас на выздоровление. Короба с компасом А сейчас об умных зверюшках. Известно, что умением определять направление движения владеют многие перелетные птицы, некоторые насекомые и млекопитающие. А теперь к ним присоединились, кто бы вы думали, коробы и быки, которых взялась изучать группа чешских и немецких ученых. Казалось бы, а почему они вообще заинтересовались странной на первый взгляд темой? Дело в том, что скотоводы давно обратили внимание на любопытный факт. Жвачные располагаются в стаде вовсе никто как хочет, как это может показаться нам с вами, а в довольно строгом порядке. Дотошные ученые стали изучать снимки, полученные со спутников, которые, кстати, можно найти в интернете, если уж очень интересно стало, и обнаружили, что коробы и быки, гуляющие сами по себе, обычно проходят свой путь с севера на юг. Специалисты считают, что ни любовь жвачных погреться на солнышке, ни их желание противостоять порывам ветра не могли повлиять на их ориентацию именно в таком направлении. Так почему же коровы чувствуют направление магнитного поля, пока совершенно не ясно. Их внутренние компасы еще слишком плохо изучены. Заразная зевота Следующее явление наверняка касалось всех и каждого. И это зевота. И да, она более заразительна, чем простуда. Если на ваших глазах зевает человек, то, скорее всего, вы тоже зевнете. Вы можете зевнуть, даже читая о зевоте. Кстати, вы еще не зевнули? Мы делаем это в течение целого дня. Мы зеваем, просыпаясь по утрам. Зеваем, ложась ночью спать. Это действие сопровождает нас везде, и никуда нам от него не деться, как бы не хотелось. Так почему же мы зеваем, когда видим, что это делают другие? Предполагается, что зеванием наш организм сообщает нам о кислородном голодании мозга. Другими словами, когда зевает один из компаний, организм остальных получает сигнал, что в воздухе, которым они дышат, не хватает кислорода, и нужно срочно исправить это дело. При затяжном глубоком вдохе происходит очень быстрое насыщение организма кислородом. Таким образом, зевая, человек пробуждает сам себя. Есть еще одна не менее интересная версия, которая объясняет это явление. Психологи считают, что феномен заразительности зевоты связан со способностью человека сопереживать другим и разделять эмоции окружающих. Но мы рассказали только про догадки, почему это происходит на самом деле, непонятно. Так что давайте все дружно зевнем, и идем дальше. Почему слоны и киты редко болеют раком? Затронем, как может показаться, немного странную тему – тему здоровья в мире животных. Вопрос будет заключаться вот в чем. Почему слоны и киты не болеют раком? Такой страшной болезнью, как рак, болеют не только люди, но и животные. Есть виды устойчивые к этому недугу, и к таким, как ни странно, относятся крупнейшие из животных – слоны и киты. Вы, наверное, знаете, что рак начинается с клеток, в которых портятся определенные механизмы. И чем больше клеток в теле, тем больше шансов, что в некоторых из них может произойти ошибка. Однако слоны и киты, несмотря на свои размеры и долгий срок жизни, заболевают раком намного реже остальных. Очевидно, что у долгоживущих крупных животных есть какие-то дополнительные механизмы, которые не дают коварным опухолям развиваться. При исследовании этого явления учеными было обнаружено, что именно у китов и слонов имеется по 30-40 пар запасных генов, которые, по их мнению, не дают делиться бракованным клеткам. А если это и произошло, защитят организм, пока ненужные клетки не погибнут сами. Жаль, правда, что у человека такой суперспособности пока нет. Но ничего, наука на месте не стоит. Загадка постоянного магнита Казалось бы, чего сложного в такой простой штуке, как магнит? Вот есть у него два полюса – северный и южный. Будучи противоположными, они притягиваются друг к другу, а одноименные полюса соединить уже не получится. Неужели в них есть что-то особенное, в чем не могут до конца разобраться ученые? Сегодня расскажем о загадке таких магнитов, как постоянные. Слышали о таких? Они являются для нас наиболее знакомыми и привычными. Их применяют чаще всего в бытовых целях. Если вкратце, особенностью этих магнитов является то, что уровень их намагниченности не зависит от конкретных условий, в которых они находятся. Из-за этого не получается изучить до конца механизм их работы. Все исследования сводятся только к измерению их мощности и магнитного излучения. И на этом вся наука заканчивается. Ученые рассматривают такие магниты, как источник бесконечной энергии. Можете себе представить вечный двигатель, в основе которого лежала бы такая, казалось бы, обычная вещь? В общем, особо нам ничего не понятно, как и ученым, так что оставим эти сложности. Надеемся, нам удалось хотя бы частично ответить на некоторые непонятные вопросы и разобраться в загадочных явлениях, представленных в этом видео. Знать все на свете невозможно, но мы пытаемся изо всех сил. Вам наверняка было интересно, но на этом закончим. До скорого! Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.